А еще в начале стиха параклит, та строка начинается светло и сыновито. Вот она, древняя нотная грамота. Теперь своеобразная шпаргалка для камерного хора Вологодской филармонии. Сверяясь с этими знаками, современные музыканты и восстанавливают по нотам, по звукам старинное звучание. Где-то вступить требуется светло и сыновито, в другом месте мрачно, в третьем просто гаркнуть из гортани. А все вместе, сплетенное с дыханием, создает уникальное произведение – духовные песнопения 17 века. Музыканты не только голосом, душой в средние века окунаются. Альберт Мишин сегодня не только светский руководитель, скорее регент церковного хора. Это где-то у нас в генах находится, и в общем-то сам текст, он располагает к этому. Он заставляет думать, церковно-славянский текст, он очень глубокий. За режиссерским пультом – нетехнический работник, тоже музыкант. Из столицы – эксперт по духовной музыке. Александр Калашников больше 30 лет в церковном хоре пел, поэтому и сегодня последнее слово остается за ним. А, волынку, да? Давайте. Особые требования и к акустике. В картиной галереи, бывшем в Воскресенском соборе, она почти идеальная. И еще одно обязательное условие – абсолютная тишина. Именно поэтому музыканты просят погасить лампы дневного света. Слишком громко шумят и снимают с рук часы. Тиканье механизмов среди псалмов ни к чему. Это век 17-й на звуковой дорожке века 21-го. Итог трехдневного труда – диск с двумя десятками духовных песнопений, воссозданных по нотам с исторической дотошностью. Альбом Вологодского хора станет культурным событием не только Вологодчины. Он появится и в российских храмах, музеях и библиотеках. Окунуться в ту эпоху достаточно тяжело. Очень правильно, что регент хора не только выписывает современные ноты, но и старинные вот эти крюковые обозначения. То есть люди стараются все-таки приблизиться духом именно к той эпохе. Вот только слушать эту музыку нужно только на компакт-дисках, а не на MP3, поясняет звукорежиссер. Потому что в этом носителе воздуха нет, а в духовных песнопениях и он звучащий. Ведь именно поэтому музыканты так трепетно относятся к тишине. Здесь и дыхание только по нотам.